Доброго дня всем моим зрителям! Сегодня я бы хотела показать вам вот такой вот детский комбинезончик. Он на малыша 6 месяцев, и это зимний комбинезон. Материал верха мембрана, утеплитель Isosoft 250 и подкладка мех искусственный Вильбоа. Я его сшила для сына подруги. У меня есть подруга Оля, и Оля тоже немножко шьет. Но Оля пока еще не сшила ничего на подкладки, на утеплители. Но Оля знает, что я сшила себе стеганный плащ. И она, знаете, так обратилась ко мне с просьбой пошить такой комбинезончик. У нас зима будет длиться еще 3 месяца. И вот им нужно что-то, чтобы эти 3 месяца доходить. Потому что на будущий год малыш подрастет, они купят что-то новое. А как бы вот сейчас ей не хотелось бы покупать. Ну и плюс было бы интересно попробовать сшить вообще, что это такое, с чем едят эти детские комбинезоны. Мастер-классов в интернете очень много. Вот я, честно говоря, удивилась. Мне кажется, больше, чем детские комбинезоны не шьют ничто. Я, по крайней мере, столько информации не встречала ни разу. Причем, знаете, на такую вещь, которая не просто юбка-карандаш, да, а такой конкретно взятый детский комбинезон вот именно на утеплителе. Я все, что читала сама, оставлю ссылками в инфобоксе. Но самое ценное, там мастер-класс из блога девушки, ее ник, по-моему, Сандра. В блоге Сандры очень подробный мастер-класс. Там несколько этапов. Прям, знаете, такой настоящий совместный пошив с огромным количеством фотографий, с подробным объяснением. Так что, если вдруг вы решите, то я предлагаю вам ориентироваться на него. Я думаю, что я все-таки смонтирую видео о том, как шила я. Но вы же знаете, что я не профессионал. Вы знаете, что я не учу, и мои видео не мастер-классы. А знаете, так просто ориентировка на то, как это примерно будет выглядеть в жизни, если вы будете шить свой первый комбинезон. Причем не факт. Знаете, что вы столкнетесь с такими же проблемами, потому что, скорее всего, у вас дома будет ваш ребеночек, и вы будете на него примерять. А я примерила только один раз, когда сшила подкладку с утеплителем. И приехала, и мы померили то, что получилось, вот этот вот внутренний комбинезон. Я кроила его с припусками 3 сантиметра. Не знаю, почему я утеплитель кроила с такими припусками. Можно было утеплитель скроить обычно, без припусков, потому что Оля проверила эту выкройку. Оля сама дома сшила такой небольшой пробник из ткани, и ребенок вообще отлично в него влез. Так что я могла бы так не страховаться. Я подстраховалась в 3 сантиметра и на утеплителе, и на подкладке, и на мембране. И вот на мембране мне этот припуск пригодился, потому что потом, когда уже внутренний комбинезон был готов, и его нужно было как бы обтянуть сверху, он был чуть-чуть объемнее, чем изначальная выкройка, и поэтому мне пригодились припуски на мембране. Но с этими припусками тоже было не все гладко, потому что я в итоге, когда сшила с припусками, у меня удлинился вот здесь вот шов. Но центральный вот этот шов, а вот у детали центра шов-то неизменный, и вот проблемно было подогнать, вот знаете, вот в этом месте. Еще одно проблемное место для меня были ножки. Я не знаю, может быть они, знаете, так и должны выглядеть, но мне кажется, что вот эта вот линия взъема какая-то слишком большая. Я бы хотела, чтобы она была, вот знаете, вот как-то вот так. Но по выкройке у меня получилось таким вот образом, причем я уже просто подгоняла, потому что краила с припусками, шила с припусками дополнительными, и получается, что как-то все отступило от изначальных линий, уже ориентируешься просто на то, как деталь подходит к детали, а не на то, какие там линии выкройки на ней нанесены. Вот такие вот у меня ножки. На ножки Оля попросила сзади поставить резиночку, чтобы они были, знаете, такие более прилегающие. Ну и вот в итоге таким вот образом это все смотрится. Меня очень спас тот материал верха, который Оля выбрала. Она взяла, видите, такую вот принтованную мембрану, причем принт здесь такой хаотичный, и вообще непонятно, что, где, и он скрывает все мои косяки, если где-то они есть. Вот так что, если вдруг вы решите шить свой первый детский комбинезон, то я бы взяла ткань похожего принта, чтобы там была полная абстракция, и тогда будет проще. Скажем так, вы меньше будете переживать, что что-то где-то получается не идеально, потому что это не так сильно бросается в глаза, и, грубо говоря, знать об этом будете только вы. А со стороны это будет незаметно. Так вот отгибается у нас центральная часть довольно сильно. Я прям, насколько молния позволяла, я настолько этот вот и сделала отгиб. В крайнем случае Оля просто может вот не до конца застегивать вот эти вот замочки и таким вот образом отгибать, как ей будет удобно. Наверх центральной части я добавила по просьбе опять же Оли такую вот манжету или, не знаю, опушечку маленькую. Я полностью пришила ее на руках, когда уже комбинезон был готов, потому что, честно говоря, я просто не знала, как ее интегрировать в эту выкройку. Единственное, я еще вот здесь по бокам, вот видите, как бы у меня палец входит. То есть вот вдоль молнии у меня получается как бы такой напуск. Это я сделала для того, чтобы вот когда молния застегивается, она вот сюда в этот уголочек упиралась и не прикасалась там ни к личику, ни, в общем, не знаю, на какой части там окажется, но к личику, наверное, да. Мех, кстати, тоже скрывает косяки. Вот, например, на изнанке здесь у меня проложено две строчки, а выглядит так, как будто одна и смотрится довольно аккуратно. Мне очень нравится вот этот вот материал. Он приятный, нежный и скрывает мои огрехи. Я с таким удовольствием застегиваю молнии, потому что я их так волновалась, как я буду вшивать. Здесь они сшиты у меня не по мастер-классу. В мастер-классе молния обрабатывается в рамку, а я просто, знаете, вот с таким вот напуском, чтобы, опять же, это попросила Оля, чтобы вот молния закрывалась припусками от комбеза. Еще одна интересная конструктивная особенность, которой не было у выкройки, которую мы добавили сами, это вот такие вот цельные варежки. Фишка в том, что у варежки есть такая вот прорезь, и прорезь обработана такими вот резиночками. Вот, видите, она как бы чуть-чуть тянется, но не сильно, потому что резиночка мягонькая, и, в принципе, она так совсем-совсем чуть-чуть. И вот удобно, знаете, будет, когда, например, вот, чтобы подтянуть ручку, то есть Оля может засунуть сюда свою, и подтянуть вот сюда ручку малыша, и закрыть его такой вот варежкой. Для меня отдельной сложностью было, как сшить эту варежку, потому что подкладка должна быть и внутри варежки, и внутри этого вот рукава, да, и все это как-то вместе нужно запилинговать, чтобы получился в итоге вот такой вот разрез, который будет обработан со всех сторон. Ладно, с этим я справилась. Это было, кстати, легче, чем пинетки. Пинетки вообще очень сложными для меня оказались. И еще последняя деталь – это капюшон. Капюшон с опушкой из такого же меха, и я ее сделала вот так вот отгибающуюся. Не знаю, может быть, надо было пришить, чтобы она не отходила, но вот мне показалось, что, в принципе, и так будет неплохо. Я приготовила здесь вставлять шляпную резинку, поэтому прошила такие вот, как типа для кулиски, а две бороздки. Но в итоге мы вставили просто обычный шнурок. На конце у него металлический такой вот красивый кончик и просто вот такой вот металлический ограничитель. И все. Кстати, люверсы я не нашла у нас в городе, и где было возможно, я просто пробивала. Вот в этих вот двух местах я просто сделала петлю, обычную петлю на машинке. В два слоя здесь мембрана идет, и вот пробилась замечательно моя петелечка. Вот так вот оно выглядит, и аккуратненько здесь очень... Я поставила самый маленький, наверное, возможный размер, может быть, можно чуть-чуть поменьше. Ну, в общем, вот довольно аккуратно, причем опушка это все дело прячет, мне кажется, что неплохо получилось. На спинке комбинезончик притайлен с помощью широкой резинки. Тоже не знала, как это сделать, потому что у нас нет люверсов, чтобы пробить, например, и вытянуть шляпную резинку, да, и так же, вот как на капюшоне, просто затягивать и растягивать. Поэтому я просто поставила обычную широкую вот такую вот широкую мягкую резинку, я ее просто вот сюда пришила, закрепила по припускам, и вот у нас... И закрепила вот так вот еще центральной строчкой. И она вот таким вот образом приталивает немножечко, приталивает мембрану. Ну и добавила, тоже Оля заказывала вместе с основным материалом, Оля заказывала вот такой вот кантик. Я его добавила только по капюшону, потому что больше нигде у меня рельефных швов нет. Сам по себе комбинез довольно простой, поэтому только сюда они у меня поместились. Ну что ж, вот такой вот комбинезончик у меня получился. Такой вот он миленький. Честно говоря, 6 дней я его сшила и довольно сильно нервничала, потому что это принципиально что-то новое, другое. И порой я психовала прям, потому что не знала, как это сделать, прям не знала, как. И сидела, разбиралась. Кое-где мне помогал Игорь, потому что не стыковались или не получалось разместить там или еще что-то. И он, знаете, как инженер, с точки зрения инженера, подходил к выкройке и предлагал какие-то решения. Так что большое ему спасибо за это. Большое спасибо моей подруге за доверие, за то, что она разрешила мне попробовать сшить что-то принципиально, другое, не то, что я привыкла шить до этого, для себя, для взрослых людей. Так что это был очень интересный опыт. Расскажите, шьете ли вы своим деткам такую вот верхнюю одежду, как это потом все в жизни в носке. Одним словом, буду рада пообщаться с вами в комментариях. Сейчас я покажу вам ткани, покажу, возможно, пошив, если влезет. Если не влезет, то это будет отдельное видео. Если, опять же, оно вам нужно, потому что, знаете, вот с пошивом, я не знаю, я стесняюсь его показывать, потому что, ну, я совсем никогда такое не делала. А в интернете так много всего на эту тему, причем действительно мастер-классы, подробные, пошаговые. Напишите, нужен ли вам пошив. Вот именно моего комбинезона, знаю, что я не мастер, не профи, а просто впервые его сшила. Хотите ли вы посмотреть? Если хотите, я выложу это видео, потому что я снимала практически все, кроме того, как вот я пришивала уже в финале вот эти молнии, потому что я очень волновалась, чтобы все было ровно, и я забыла включить камеру. Так что, кроме вот вшивания молнии, у меня, по-моему, большинство есть. Девчонки, я бы хотела показать вам ткани, из которых будет сшит комбинезон. Показать поближе, чтобы потом в процессе шитья уже не останавливаться на каких-то особенностях, и чтобы вам примерно было понятно, из чего же будет происходить пошив. Первый материал, это материал верха, это мембрана. Я погуглила, что такое мембрана, нашла огромное множество почти научных статей о том, что это за ткань, какой у нее состав, какие есть виды. Я боюсь это пересказывать, потому что физика и химия у меня последний раз были в школе. У этой ткани особые свойства. Она, с одной стороны, отталкивает грязь и влагу, которая снаружи попадает, и также предохраняет от ветра. С другой стороны, благодаря своим внутренним, другому слою, она обеспечивает терморегуляцию, то есть она выводит как будто бы влагу на поверхность. Вот поправьте меня, если я не права, но прочитала я примерно что-то такое. Причем прочитала, что в основном ее используют для активного зимнего отдыха, типа сноуборда, альпинизма и прочего. Для детей на некоторых сайтах писали, что, например, для повседневки ее использовать не стоит. Также пишут, что если использовать эту мембрану, то нужно в ней активно двигаться, потому что если, например, не двигаться и сидеть в сугробе, то вы все равно в ней замерзнете, несмотря на то, что она вот так отлично регулирует вроде как тепло, холод между нами и окружающим миром. Работает это за счет давления, за счет проведения через ткань. Вот вы уже понимаете, да, мне уже становится страшно от этих слов. Поскольку у мембраны основное из свойств – это влагозащита, то швы, чтобы они не пропускали влагу, рекомендуют проклеивать специальной лентой. Я буду сшить комбинезон для полугодовалого ребенка, который еще не бегает по лужам, но Оля попросила, и, в общем-то, мне самой тоже интересно, проклеить швы. Знаете, хотя пишут, что, например, если ребенок не бегает по лужам, то вот это вот лишний труд, так скажем. Не стоит проклеивать швы, если вы не купаетесь в лужах. Вот так вот. К тому же, что интересно, вот у мембраны очень капризное отношение к утюгу. Пишут, что она не любит утюг, и, в общем, гладить и парить ее вот эту ленту, я не знаю, как я буду ее приклеивать, честно. Есть в интернете видео, я его еще когда-то давненько посматривала. Буду его искать, и с помощью него буду приклеивать эту ленту. Давайте посмотрим на мембрану поближе. Я хочу показать вам, насколько она тонкая. Она похожа на дюспа, вот по своей толщине. Единственное их отличие, то, что дюспа мягче. Дюспа напоминает именно плащевку. А мембрана за счет своего строения больше похожа на клеенку. Она даже шуршит, как клеенка. Она такая более пожестче, знаете. Вот если дюспа более мягкая такая ткань, то это вот уже именно что-то, клеенчатая ткань, я бы так ее охарактеризовала. Но сама по себе она очень-очень-очень тонкая. Следующий пункт, такой большой и теплый, это утеплитель. Поскольку в той группе, где покупала Оля, утеплители были только от марки Изософт, то сейчас мы с вами можем сравнить Изософт и Альпалюкс. Это Изософт 250. И вот такой он не сжатый, то есть не простеганный, не прошитый. Вот в таком виде так вот он выглядит, 250. Если его сжать, то практически, ну вот я думаю, что он очень хорошо сжимается. Ну вот посмотрите, между моими руками. То есть он такой объемный, но можно этот объем убрать. Этот утеплитель также зажат между двумя корочками, то есть верхняя корочка, как бы знаете, такое спрессованное волокно, которое вот не пушится, и нижняя корочка, чтобы у нас между швов с вами не вылезали вот эти вот волокна утеплителя. Если сравнивать то, что внутри, это что-то невероятное. Вы знаете, я, честно говоря, свое следующее изделие буду, наверное, шить на Изософте, потому что мне нравится, какой он внутри шелковистый. Я нашла остатки своего Альпалюкса от плаща. И вот могу сравнить для вас, хотя вот знаете, ну конечно, этот Изософт новый, Альпалюкс тут уже видавший виды. То есть по корочке они одинаковые. Но опять же, учитывайте, что у меня Альпалюкс 150, а здесь 250, поэтому он толще. Но вот то, насколько шелковистый Изософт внутри, конечно, Альпалюкс немножко более ватный, немножко больше похож, вот знаете, на синтепон. То есть Альпалюкс по ощущениям, как синтепон, а Изософт по ощущениям, как что-то такое шелковистое, очень теплое. Одним словом, я свое следующее изделие буду, наверное, сшить на Изософте. Хотя, посмотрим, как он вообще в работе будет себя вести. Но то, что он такой шелковистый, то, что он такой нежный, мне очень нравится, прям приятно в него даже. Вот хочется, хотя так делать не стоит, хочется, вы знаете, между этими слоями туда засунуть руку и остаться там, среди вот этих замечательных шелковых нитей. Для подкладки Оля приобрела два вида материала. Это мех вильбоа и каризма. Давайте начнем с вильбоа, потому что на нем мы остановились, точнее, Оля, когда пощупала два материала, она сказала, что я хочу, чтобы весь комбез внутри был вот с таким вот мехом. Вильбоа это искусственный мех, его еще, знаете, называют французским, потому что он такой вот очень мягкий, он очень плюшевый, он настолько прям вот, вот хочется его гладить и гладить. Дико нежный, невероятно нежный, просто что-то с чем-то. Он не толстый, такой вот короткий, довольно ворс, но теплый, и посмотрите, как он выглядит на изнанке, изнанка такая гладкая, ну, в принципе, она будет внутри, так что особо роли не играет. Такой вот приятный материал, причем он имеет направление, так что надо это учитывать. На рукава, на штанинке мы хотели поставить каризму. Каризма это микрофлис. Микрофлис, потому что одна сторона у него такая вот ворсованная. Попытаюсь показать вам ворс, но не знаю. Да, вот видите, с одной стороны как будто бы такой короткий стриженный, стриженный флис, стриженный ворс. Он вот здесь такой вот играет и сделан вот по сути. То есть, здесь вот это направление нитей, оно идет по поперечной, то есть вот она кромка и вот так вот идет перпендикулярно кромке направление. Он не тянется, нет, он тянется по поперечной нити, по долевой он не тянется и вторая сторона у него гладкая. Вот, если честно, знаете, Оле не понравилось то, что он неприятно ощущается в руках, как будто бы такой, знаете, какой-то он вот, ну, слишком синтетический, хотя это все очень субъективно на любителя. В интернете нашлись сторонники Олиных взглядов, то есть, они тоже пишут, что вот эта вот ворсистая сторона цепляется за заусенцы на руках, вот, например, какие-то нюансы не всем нравится. Можно вот гладкой стороной использовать в рукава. Говорят, что удобно, например, надеваешь, когда, ну, то есть, ручка скользит, быстро и просто все. В итоге Оля решила отказаться от использования каризмы и полностью весь комбинезон сделать смехом Вильбоа. Эти ткани из группы Матроскин, я оставлю ссылку под видео, Оля покупала там, причем, знаете, здорово, что было все в одном месте. Она купила ей фурнитуру, тут вот еще какой-то кант, знаете, декоративный, отделочный, сказала, если, говорит, куда-нибудь вставишь, пусть будет. Ну, ладно, посмотрим. Шляпная вот эта вот или какая резинка, из которой будем делать, может быть, кулиску, а может быть, не будем, потому что в интернете, я посмотрела, можно просто резиночкой вот бегунки для молний, как я поняла, что-то такие декоративные, да, штуковины. Ну, и, собственно, сама молния, такой вот, по-моему, это называется трактор. Это материал для манжет, для горловин, иногда называется подвяз, вот я встречала такое название. Это что-то наподобие кашкорсы и рибаны, только для курток, более плотный, но система такая же. Это резинка, она довольно плотная, она толстая, вот так вот ребристо выглядит, внушительных размеров, довольно хорошо тянется, и когда ее растягиваешь, видно, что здесь как будто бы такие пущенные резиновые жилки. Вот не знаю, во всех ли это подвязок или только в нашем, но вот так вот выглядит при растяжении. Приятная на ощупь, такая мягкая, такая основательная, прям, знаете, сразу верится, что это будет что-то для верхней одежды. Ну что ж, девчонки, вот такой вот у меня план работы, давайте уже раскроим, посмотрим, что будет получаться. Пожелайте мне удачи, я такие вещи еще не сшила и очень сильно волнуюсь. Большое спасибо за внимание, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok